Группа компании Аврора с гордостью представляет линейку Мотопомп для чистой воды. Пока вы смотрите этот ролик, я постараюсь перетаскать 200 литров воды с помощью вот этого замечательного ведерка. Встретимся через четыре с небольшим минуты. Мотопомпа представляет собой автономный самовсасывающий насос с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Данные устройства не нуждаются в подключении к электросети, а значит могут использоваться повсеместно. Помпы Аврора применяются в различных областях сельского и лесного хозяйства, в промышленности и так далее. Мотопомпы для чистой воды могут использоваться для орошения сельхозучастков, для осушения емкостей и бассейнов или для забора воды из открытых водоемов. Маркировка С на помпах Аврора означает, что насос предназначен для работы с чистой водой, максимальный размер твердых частиц в которой не превышает 5-6 мм в зависимости от модели устройства. Компактные размеры насосов Аврора позволяют перевозить их в багажнике небольшого грузовика или легкового автомобиля. С переноской аппарата легко справятся 2 человека. Весят помпы 13,5, 24, 26 и 44 кг. Группа компании Аврора предлагает своим покупателям широкий выбор четырехтактных мотопомп для работы с разными объемами воды. Все аппараты Аврора отличаются отличным качеством сборки, безотказностью и продолжительным сроком службы. Покупателю стоит знать, что вся бензиновая техника группы компании Аврора производится на одном из ведущих предприятий Китая, основным профилем деятельности которого является производство автомобилей и мотоциклов. Одним из главных козырей мотопомп Аврора можно считать надежный и проверенный временем двигатель. Силовой агрегат является аналогом двигателя Хонда. На помпах установлены двигатели АЕ-7 и АЕ-9, мощностью 7,9 л.с. соответственно. Основными критериями выбора помпы можно назвать следующие показатели. Производительность насоса, напор помпы и рельеф местности, в которой предстоит качать воду, интенсивность нагрузки. Производительность показывает, какой объем воды сможет перекачать помпа за определенный промежуток времени. Данный параметр у помп Аврора составляет 15, 24, 42 и 70 тысяч литров в час. То есть АМП-50С Лайт за час сможет наполнить небольшой бассейн на садовом участке. А аппарат АМП-100С за тот же час сможет залить целую железнодорожную цистерну. Напор мотопомп Аврора для чистой воды составляет 20, 25 и 30 метров. Данный параметр показывает, на какую высоту мотопомпа способна поднять воду. Глубина забора воды мотопомп Аврора 7 метров. Исключением является аппарат Аврора АМП-50С Лайт, глубина забора которого составляет 5 метров. Прежде чем приступить к использованию помпы, нужно заполнить маслом картер двигателя до появления смазки в заправочной горловине. Объем масла 10В30, необходимого для заправки, составляет 0,35, 0,6 и 1,1 литра в зависимости от модели двигателя. Следующий шаг – заправка топливом. Баки мотопомп вмещают от 1,1 до 6 литров бензина с октановым числом не ниже 92. Третий этап – сборка всасывающего и подающего рукавов. На оба шланга с помощью хомутов крепятся соединительные фланцы. Диаметры входных и выходных отверстий составляют 50, 80 и 100 миллиметров в зависимости от модели помпы. Прежде чем приобретать шланги, покупателю нужно выяснить диаметр входного и выходного патрубков. Также покупателю нужно знать, что всасывающий шланг обязательно должен быть армирован, во избежание его деформации и закупоривания. Также на всасывающий шланг необходима установка фильтра грубой очистки. После того, как фильтр будет установлен на всасывающий шланг и погружен в воду, можно приступать к заполнению внутренних полостей насоса чистой водой. Стоит отметить также продуманную комплектацию мотопомп Аврора. В комплект поставки, кроме самого устройства, входят соединительные фланцы подходящего диаметра, комплект хомутов и фильтр грубой очистки. Такой набор не всегда входит в комплект поставки, а многие продавцы предлагают приобрести его отдельно. Чтобы завести двигатель, нужно включить зажигание, открыть топливный кран и закрыть воздушную заслонку. Далее следует плавно потянуть шнур стартера до момента начала сопротивления. После этого нужно резко и равномерно потянуть за шнур, двигатель должен запуститься. Не допускайте резкого возврата ручки стартера к двигателю. Аккуратно отпускайте ручку стартера, чтобы избежать возможного повреждения мотора. После того, как двигатель прогреется, рычаг воздушной заслонки нужно открыть. Как видите, успехи мои не очень. А вот если бы у меня была помпа, даже с небольшой производительностью, как например АМП 50C Lite, то такая машинка могла бы за 4 минуты откачать около тонны воды или 5 таких аквариумов. Подписывайтесь на наш канал, а у меня еще работа выше крыши. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...